Но их мы оправдаем. И Ахмадовых, и Бараева, и Цагараева. Мы их всех оправдаем, потому что они достойно ушли из этой жизни, сражаясь с тем врагом, который пришел в наш дом. Пресс-конференция Кадырова И вот во время пресс-конференции один из журналистов якобы попытался оспорить, сказал, что он не согласен с этим репортажем. Это такой вот был сделан ход организаторами и заявил, что якобы, ну показал альтернативную точку зрения, показал какого-то другого человека, который говорил, что нет, у него там типа у нас просто нет хороших зарплат и так далее. И вот после этого, значит, Кадыров опять разнес в пух и прах все, что они там говорили, подтвердил, что действительно чеченцы очень ленивый народ, мы просто не хотим работать. И далее вставали какие-то люди. Сначала встал директор ГТРК Войнах, Аламат Ельсаев, по-моему его фамилия, не помню. И он оказывается разводит лошадей, и он рассказал нам, поведал историю о том, что, значит, у него есть конюх, и этот конюх у него работает за 50 тысяч рублей в месяц. Плюс к этому, Аламат, значит, содержит его 10 лошадей, этого конюха личные, он их, значит, обеспечивает питанием и там ветеринарным обслуживанием, в общем, полностью эти 10 лошадей находятся на обеспечении вот этого Аламата. Плюс к тому, значит, он ему дает питание, предоставляет питание и проживание, и еще, значит, погашает ему ГСМ, там 150 литров, по-моему, бензина в месяц, он сказал. Я просто представил себе какого-нибудь чеченца, который уехал куда-то в Сургут, там, новый Урингой, куда-нибудь на заработки, потому что в республике, он думал, что в республике нет работы, у нас проблема, безработица. И он уехал туда, и он такой сидит, смотрит этот эфир и видит вот эти вот рассказы, и наверняка, наверное, очень много людей купило билеты обратно, чтобы вернуться в Чечню, подумав, что у нас там, видимо, все решилось. То есть у нас прям всех... Зачем ему это? Он лучше поедет и будет конюхом у этого Аламата. Потом встает министр транспорта и связи, по совместительству этого зять Гадырова, и, значит, он рассказывает, что у них там на птицефабрике, они платят 30 тысяч рублей просто за то, что там женщины щипают куриц. Они не хотят за 30 тысяч видителей щипать, они там 50, по-моему, хотят, не за гвоздовку, оказывается, делали. Короче, такую чушь вот эту всю несут. И опять вот образовался вот этот вот иллюзорный мир на этой пресс-конференции, в котором все хорошо, у Кадырова все хорошо. Огромные зарплаты, просто деньги льются рекой, но никто не хочет их брать, никто не хочет работать. У меня вопрос. Если действительно все так прекрасно, как вы рассказываете, Кадыров, если так много работы, эта работа так хорошо оплачивается, и чеченцы просто не хотят работать, почему проводятся субботники? Расскажи, пожалуйста, Кадыров, почему бесплатно вы заставляете народ убирать улицы, городов, сел и просто поля, леса Чеченской Республики? Почему? Ведь если у вас есть деньги, если нет никакой проблемы с безработицей, то вы можете просто заплатить людям, создать побольше организаций, убирающихся, допустим, если вам не хватает сурсада и других, заплатите людям деньги, пусть они за деньги убирают города. Почему вы этого не делаете? Вы ведь используете бесплатный рабский труд, чтобы убирать и содержать города в чистоте. Вообще, содержать республику в чистоте, не только города, леса, поля, дороги, придорожную территорию, все у нас убирают люди. Как только приходит весна и до поздней осени, у нас это все каждую неделю убирают люди. Бюджетники, небюджетники, хозрасчетники, студенты. Да все, кого вы только можете заставить бесплатно убирать улицы, вы людей заставляете. Почему вы это делаете? Это у вас фетиш такой? Вы кайфуете с этого просто? Если у вас есть деньги, заплатите, создайте организацию, субботники Чеченской Республики, например, назовите ее ООО, ПАО, ЗАО. Наберите туда 8 тысяч человек, 80 тысяч человек, у вас же есть деньги, чтобы этим людям платить? Платите им по 50 тысяч за то, что они убирают в месяц. И вуаля, люди будут убираться. Но нет, вы ни чеченцам не платите, вы не можете сказать, что чеченцы за эти деньги не хотят убирать улицы, и поэтому мы привлекли сюда жителей Средней Азии, потому что и жители Средней Азии у нас не убираются. Вы им не хотите платить, вы никому не хотите платить за то, что люди убирают республику. Вы используете бесплатный рабский труд. Почему вы так делаете, если у нас в Чечне нет никаких проблем с работой? Такой вот у меня вопрос создался. Дин Чечен, бисмилля, баракаллаху фиг, Дин Чечен. Пусть Аллах воздаст ей благом. Леч бис, тумсо красавчик, баракаллаху фиг, леч бис. Сириус, сегодня Кент, а завтра вражеский агент. Точно про нее. Как мы знаем от великих, из числа людей, и это пройдет. И Ичкерией, и Россией правили и правят преступники и самодуры. Жертвы это народ Чечни всех национальностей. Много ты правды говоришь, но оправдывая злодеев, вроде Цагараева, и Вараева, и Ахмадова, дал Аллах, Бойл, Зуламхой, хорошо, что это Ичкерия никогда не вернется. Да, Аллах, я, знаешь, я далек от того, чтобы оправдывать преступления, но я при этом могу оправдать конкретных людей, даже если они совершали преступления. И это вот тот случай как раз с Бараевым, с Ахмадовыми. Да помилуй их Всевышний Аллах, они шахиды, иншаллах, они, несмотря на те преступления, которые они совершали, несмотря на те все ошибки, это люди, которые, иншаллах, покаялись, это люди, которые достойно ушли из этой жизни, ушли, сражаясь с врагом. Да, были какие-то периоды, есть вещи, за которые мы будем критиковать конкретные их действия, мы будем признавать эти ошибки и ни в коем случае не будем их оправдывать. Их, я имею в виду, их ошибки не будем оправдывать. Но их мы оправдаем. И Ахмадовых, и Бараева, и Цагараева, мы их всех оправдаем, потому что они достойно ушли из этой жизни, сражаясь с тем врагом, который пришел в наш дом, чтобы нас убивать, нас уничтожать, захватить нашу землю. Поэтому это достойнейшие из нашего народа. Ни в коем случае оправдывая этих людей, мы не оправдываем их преступления. Если ты сейчас приведешь, я просто не знаю, да, может быть конкретно ты или твои родственники, пострадали от каких-то их неправильных действий. Если это так, я это осуждаю. Я присоединяюсь к осуждению этих действий. Но то, как они закончили свою жизнь, это достойно того, чтобы этих людей оправдать. И просить Аллаха, чтобы он миловал их и даровал им степень шахидов. Субтитры создавал DimaTorzok